Более 2 миллионов белорусов прошли полный курс вакцинации. Такие данные сообщили в пресс-службе Минздрава. Из них 2 миллиона 798 тысяч человек получили первый компонент. Ревакцинация также не сбавляет оборотов. Медики рекомендуют повторно прививаться от болезни спустя полгода после начального курса. Одновременно можно вколоть и препарат против гриппа. Внутренний туризм в Беларуси продолжает активно развиваться. В этом году количество путешественников увеличилось на 40%. Основной бренд – это Агро Сальве. За последнее время их количество выросло в десятки раз. Сейчас около трех тысяч. Они вносят вклад и в укрепление экономики. Благодаря такому виду отдыха совершенствуются сельские территории, инфраструктура и создаются новые рабочие места. Для самозанятых в Беларуси разрабатывают цифровую платформу, которая позволит выполнять все необходимые процедуры. От регистрации до прекращения деятельности или уплаты налогов. Этот продукт позволит работать с использованием без наличия. Установив приложение, гражданин сможет взаимодействовать с потребителями и принимать платежи, выдавать чеки, рассчитывать. Также можно будет сотрудничать и с организациями, но правда с определенными ограничениями. В среду днем горел дом деревни Ковалиба Бруйского района. Очевидцы рассказали, внутри может находиться человек. Во время спасательных работ частично обрушилась кровля. Спустя пару минут после ликвидации Чигава сгорания был обнаружен друг, предположительно хозяин. Причина ЧП устанавливается. Солигорский шахтёв второй год подряд завоевывает золотые медали чемпионата страны по футболу. Горняки заработали этот титул досрочно, одержав волевую победу в Гумеле. Уступая после первого тайма 0-1, желто-черный во втором переломили ход поединка и вырвали 3 очка в добавленное время. 3-2. В итоге у команды Алексея Баги 68 очков и за три тура до финиша она стала недосягаемой для соперников. Продолжение следует...